Ну и конечно, сыну не хватает общения со мной и мне с ним, но когда у меня есть время, я прямиком лечу в Челябинск, чтобы уделить как можно больше внимания. Ну и тогда несколько таких коротких вопросов. Если бы, допустим, второе рождение, джедо бы выбрали? Конечно. Ну, мало того, вот многие люди спрашивают, если бы вам дали возможность что-то бы изменить, вы бы изменили что-нибудь? И как правило все говорят, нет, ничего не изменил бы. Нет, я бы изменил, очень много изменил. Очень много, потому что с возрастом человек становится мудрее, хитрее, у него уже накапливается опыт, которого как раз и не хватает именно в то время, когда он необходим. И поэтому вот наступание на грабли можно было бы избежать во многих случаях, связанных с травмами, с какими-то там подготовкой, неподготовкой, там личными ситуациями. Этого всего можно избежать, если бы иметь нынешний опыт. Поэтому я бы многое изменил, но не изменил бы джедо. Хобби есть? Есть много, много. Люблю машины, автомобили, само вождение автомобилем. Не люблю дорогие там какие-то навороченные автомобили, а люблю автомобили, которые в первую очередь технологичные и имеют какое-то выделение из массы. Люблю бильярд. Много времени русский, много времени уделял ему внимание. Даже ки подарили мне. Есть свой ки. Правда на него сейчас времени что-то нет. Хотя на сборах в Адлере есть клуб в той гостинице, где мы живем на сборах. Чемпиона мира. Не помню его фамилия. Его прям клуб. Там периодически практикуемся. Ну и последнее пожелание юным тюдоистам. Какое? Ну, пожелание одно. Если вы совершаете ошибки, а их совершают все, не надо расстраиваться и самое главное винить кого-то в них. Вы должны в первую очередь сделать анализ. Почему? Почему так произошло? В чем ты недоработал или в чем ты ошибся? Неправильно что-то сделал в плане подготовки, соревнований, в моменте или еще что-то. То есть всегда нужно находить способы извлечения из любой ситуации положительные какие-то моменты. Это опыт, который впоследствии оборачивается из бронзовой медали в золотую. Или из немедали в медаль. Поэтому самое главное терпение, целеустремленность и работа над ошибками. Спасибо. Спасибо.